Всем привет, друзья! Читаю комменты и вижу, что у некоторых людей после моих обзоров создается мнение обо мне как о человеке, который якобы выискивает везде мусор. Я, конечно, не собираюсь ни перед кем оправдываться и доказывать, что картинка, которую я даю, объективная. Умные люди все прекрасно видят и все понимают. А умных людей среди моей аудитории, как ни крути, гораздо больше. Умным людям не нужно объяснять простые истины, вроде той, что оправдывать недостатки своего города может только человек, который не желает своему городу добра. Это ведь просто как дважды два, да? Пока есть люди, которые защищают плохие условия своей жизни, которые кивают на другие страны и говорят, что помойку можно найти в Париже, например, которые считают, что выкинутые на тротуар фантик или пачки спецсигарет – это нормально. Пока вот эти все персонажи есть в нашей жизни, то о каком развитии можно говорить? Нет, формально вам, конечно, могут сделать дорогу или открыть какой-то парк с дешевенькой детской площадкой из соседнего эпицентра. Но если общество критично, если оно контролирует власть, если у него есть запросы на изменения, то эти изменения рано или поздно будут происходить, и они будут гораздо более качественными. Путешествуя по Украине, я легко могу назвать вам города, в которых есть общественный запрос, а в которых его нет. Это видно невооруженным взглядом. Коростышев – это пример города, в котором нет общественного запроса. Когда я выпустил короткий ролик о Коростышевском каньоне в прошлом году, где я показал огромные свалки на месте отдыха людей, местные жители стали мне писать, что это не они, что это все приезжие. Пару недель назад я выпустил ролик про сам Коростышев, и стало понятно, что приезжие, в общем-то, ни при чем. В самом городе происходит такая же дичь. И вот после съема города мы с женой снова решили съездить на каньон и посмотреть, вывезли ли оттуда мусор с прошлого года. Стоит отметить, в Коростышеве есть карьер. Он большой и находится в самом городе, мы его показывали. А есть каньон, он значительно меньше, но при этом не менее красивый. Он находится чуть дальше от города. Хотя, как мне сказали местные, по сути и то, и другое карьеры. Но вот так повелось говорить. Также необходимо сказать, что это еще апрельские съемки, то есть до наплыва туристов и отдыхающих еще было далеко, да и на улице было прохладно. Тем не менее, продукты жизнедеятельности человека на фоне этой красоты выделялись уже тогда. Особенно меня вот эта часть порадовала в прошлый раз. И я даже не представляю, что тут мы увидим сейчас. Ну да, собственно говоря, ничего здесь и не изменилось. Как была здесь куча мусора, причем пластикового, так и осталось. Я не знаю, может быть здесь на Коростышевском каньоне действительно мусорят в основном туристы, потому что каньон находится все-таки за пределами города. Но вот в Коростышевском карьере мусорят абсолютно точно местные. И отрицать это, я думаю, глупо. Потому что и около парка мусор, и везде, и в городе в том числе тоже мусор. В общем, вы все видели сами. А ведь решение этой проблемы на самом деле очень простое. Нужно всего лишь сделать платный въезд на территорию, а деньги, вырученные от этого, пустить на оплату охраны и вывоз мусора. Почему я написал в заголовке, что это касается каждого? Потому что Коростышев, к сожалению, не единичный. Это просто наиболее наглядный пример. Суммы, Николаев, Запорожье, Коломыя – это города, в которых есть мусорная проблема. Ну а попробуй выехать за пределы любого другого города на природу, и везде одна и та же картина. Поэтому каждый человек должен начать с себя, чтобы подобного не допускать. Не мусорить на природе и по возможности убирать за другими двуногими. Не бросать мусор на тротуары. Ну это прописные истины, но практика показывает, что даже очевидные вещи нужно проговаривать. Еще одна очевидная вещь – это то, что для продвижения этого видео важен каждый лайк, комментарий и подписка. На этом все. Всем спасибо и пока. Скоро увидимся, будет интересно.